Приветствую вас, друзья, на канале Андрея Творческого. Сегодня на улице минус 15, и сегодня на открытом воздухе я готовлю каре ягненка. Вот вчера мне по счастливой случайности достался вот такой симпатичный кусочек корейки, баранина. Вот, буду готовить сегодня лэм чопсы. Вот так это все выглядит пока в первоначальном исполнении. Так что поэтапно буду все показывать и рассказывать. Мясо свежее, мясо с фермой после нехитрых манипуляций. Снять пленочки, убрать жирок. Мясо приобретает вот такой эстетический вид. Вот, поэтому основное при покупке корейки, внимательно будьте, чтобы счищали или срезали так называемую щетку. Это очень важно, потому что когда будем разрезать поперек мяса, это создаст определенные трудности. Поэтому желательно на рынке или в магазине, или на ферме просить, чтобы вот эту щеточку обязательно снимали. После того, как мясо мы порезали, все пленочки удалили, значит, следующим делом не надо чистить чеснок, просто его абсолютно раздавить. Раздавить. Просто раздавить три дольки чеснока. Дальше взять веточки розмарина. Обязательно снять лепесточки, очистить. Далее оливковым маслом смазываем нашу кореечку. Так, хорошенько промазать ее. Далее разрезать ее на две части все-таки. И посыпать это все. Заложить чеснок. Вот, собственно говоря, как это получается. На большой доске это делать не надо. Укутать пищевой пленочкой и полтора часика пускай мяско попитается. Еще очень интересный момент. Ребра мариновались в розмарине и чесноке. Вот эту вот всю смесь выкладываем на протвишок. И потом ребрышками это все накроем, когда будем ставить в духовку. Уже приготовлена промаринованная кореечка, оливковое масло. Ну, естественно, моя любимая чугунная сковородочка. Итак, приступаем. Промазываем наш любимый французский чугун. Ну что, с Богом. И так, уже переместились в дом. Руки замерзли, сами замерзли. Кореечка уже готова. Аккуратненько ее снимаем. И перемещаем на противень. Раз. И снимаем два. Делаем вот такие вот хинты. Ребра раскрываем. Переклетение. Вот. И все. Все готово. Сейчас будем ставить в духовку на 10 минут. На 180 градусов. Ну все, мясо простояло в духовке 10 минут. Сейчас его вынимаем на деревянную досочку. Накрываем фольгой. И даем ему отдохнуть минутки 3-4. Вот значит, вот так вот упутаю мясо. Фольгой. Со всех сторон. И даем ему отдохнуть. Повторюсь, 4 минутки. И можно его доставать и подавать к столу. Мясо отдохнуло. Вот так оно выглядит уже после духовки. Сейчас начинаем разрезать. Так что, друзья, экспериментируйте. Пробуйте. Учитесь. Безумно вкусно. Надеюсь, корейка будет на радость. Субтитры сделал DimaTorzok